В эфире телеканала Артена, также Дэвисон Радио и в студии по-прежнему Данил Русаков. Коль скоро говорим о гипотетическом военном противостоянии США и КНР, стоит понять, что из себя представляет армия этих двух государств. По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, Америка в рейтинге 138 сильнейших армий мира занимает первое место. Китай расположился на третьем, ну сразу за Россией. При этом военные бюджеты стран сильно отличаются. Соединенные Штаты тратят на вооружение 745 миллиардов долларов, тогда как расходы Китая куда более скромные, лишь 178,2 миллиарда долларов в год. Но здесь нужно учитывать разницу в зарплате и ценовую политику внутри каждой из отдельно взятых стран. Перейдем к оснащенности техническими средствами. В качестве примера возьмем сухопутные войска. На протяжении долгих лет именно они представляли собой основную часть Народно-освободительной армии Китая. 31 декабря 2015-го впервые был создан штаб сухопутных войск. Их численность составляет 975 тысяч человек. Но согласитесь, не так много, если мы берем полуторамиллиардный Китай. В том числе 6740 танков, из них устаревшие 1600 единиц, 2320 самоходных гаубиц, 6140 буксируемых орудий, 2586 минометов, 1531 зенитное орудие. Есть даже самоходный понтонный мост, машина для отрывки котлованов, инженерная машина, разграждение путепрокладчика, тяжелый механический мост. Да-да, все это есть у Китая. Ракетные войска Народно-освободительной армии КНР имеют численность около 100 тысяч человек в шести бригадах. По разным оценкам, количество ядерных зарядов составляет от 100 до 650 штук. Согласно другим оценкам, ядерный арсенал КНР – это где-то 3000 боезарядов. Сухопутные войска США оснащены новыми эффективными видами оружия и военной техники. Прежде всего, средства ядерного нападения, и не только они. Вот список вооружений. 5400 танков М1 Абрамс, 6719 БМП Брэдли, более 16 тысяч БТРов, свыше 1500 буксируемых орудий, как минимум 2000 самоходных гаубиц, более 2000 минометов. Ну, тут справедливости ради упомянем и авиацию. Более 5267 самолетов и около 2700 вертолетов. Вот эти военные единицы могут друг с другом схлестнуться в случае, если такая необходимость появится. Напоминаю, что мой сегодняшний собеседник – это американский военный в отставке Юрий Табах. Юра, еще раз тебя приветствую. Привет, привет. Смотри, вот сейчас была статистика голая, которая так или иначе иллюстрирует картину, сложившуюся на данный момент, и вероятное соотношение сил, даже если где-то две армии столкнутся, будь то Япония, Южная Корея, либо прямо в море. Тут еще флот не учитывался, но так или иначе, понятное дело, он также может быть задействован. Вопрос к тебе. Ты в первой части программы «Рикошет» упомянул о том, что Китай – это страна, которая на протяжении последних десятилетий, да и не только десятилетий, она воевала не столько с регулярной армией других стран, сколько с повстанцами, партизанами и так далее и тому подобное. Ну, самый яркий пример, на мой взгляд, это захват Китаем-Тибета после Второй мировой войны, который случился. И вот здесь возникает вопрос. Все-таки перечисленные единицы, они внушительные. Там в том числе есть ядерное оружие. Не создается ли ощущение, что Китай готовился качественно изменить свою армию и качественно изменить ее поведение в случае, если боевое столкновение произойдет? К чему я веду? К тому, что, вероятно, сейчас Китай – это уже немножко не тот Китай, который мы могли наблюдать на протяжении второй половины XX века в самой ближней ретроспективе. Смотри, могу опять же, буду еще не буду предсказать, могу тебе рассказать, что было исторически. Мы во Вьетнаме забросили свои десантные войска за Ханой и, в принципе, захватили весь Вьетнам. Но наши гении-аналитики сказали, что сейчас Китай включится, и китайская армия миллионы пошлет на нас, и, в общем, нас сметет с лица земли. Китайцы никогда и малышли, но китайцы никогда не собирались. Теперь мы знаем, что китайцы вообще не собирались вмешиваться в эту войну. Они хотели, чтобы мы захватили весь Вьетнам. Это у тебя что-то на заднем фоне, вероятно, что станет инфоповодом в новостях. Мы на это отреагируем. Нет, это не у меня, ребята. Это у вас что-то там грохнуло. Нет, нет, слышали от тебя, не от нас. Я не знаю, что это может быть от меня, но неважно. И поэтому нельзя предсказать, как Китай себя поведет. То, что ты назвал, вот есть статистика, есть правда, не правда, а есть статистика. Вот даже то, что ты назвал, они назвали, что Китай – это третья армия после России. Но это вообще никакие ворот не лезет. Россия далеко оторвана от китайской армии. Китайская армия намного лучше оснащена, лучше дисциплинирована. Смотри, это данные о Global Fire Power Index, да? Это не что-то там мое авторское. Но я имею в виду, что вот уже сразу можно сказать, что они… Я не верю их анализу, потому что сказать, что первая армия США, вторая Россия, третья Китай, ну это просто неверно. По оснащению, по дисциплине, по вооружению, по модернизации Китая намного… Впереди у Китая есть авианосная группа. Это уже, значит, это уже другой век, это другая эра. Но я так скажу, даже то, что они перечислили танки, самолеты, пушки, гаубицы, все это понятно, все это прекрасно. У них 10, у них 22 мировая война, ну когда началась Великая Отечественная война, и Германия перешла границу на Советский Союз. У Советского Союза всего было 10 лет… Я тут с ремаркой влезу, так называемая, Великая, так называемая, Отечественная. Да, ну как ее называют, так называют, там можно спорить, не спорить. Называйте хоть как хотите, хоть война обезьян. Это все равно, да, это все равно. Вы понимаете, о чем я говорю. Там у Советского Союза было намного больше, в сотни раз больше. И танков, и самолетов, ну это не помогло. Они это все разбомбили и смели. И это еще в прошлом веке, в середине прошлого века. Сегодня, в середине, считайте, этого века мы воюем совершенно по-другому. Но это мало имеет значения, сколько у тебя металлолома. Имеет, но не столько. Сегодня мы воюем высокими технологиями. Меня что-то мне напоминает, как в Академии Фрунзе в Москве спрашивает полковнику, майоров, услугшателей. Говорит, если мы будем воевать с Китаем. Кстати, он говорит, как мы будем воевать. Он сказал, вот майор Иванов, он там встает и говорит, ну тогда нам надо там всех мобилизовать. Он говорит, неважно, их там 150 миллионов, а нас 2,5 миллиарда, а нас там 150 миллионов. Мы никак не сможем, вот один к одному там. Они все равно в 100 раз больше их, чем нас. Он говорит, ну тогда нам придется привести ядерное оружие в действие. Ну у них тоже ядерное оружие. Говорит, садитесь, майор, вы еще, значит, не доросли до командных постов. Потому что сегодня мы воюем не численностью, а вот главой Израиль говорит, пожалуйста, смотрите, на них напало 7 стран одновременно. Превосходство у этих арабских стран было в 100 раз больше. И израильтяне их разбили в течение 6 дней. Всех. Нафиг. Он говорит, понимаете? Он говорит, да, я понимаю, но где мы возьмем столько евреев, товарищ полковник? Не воюем мы больше так. Только вот железом и пушками, закидыванием шапками или ковровыми бомбежками. Мы воюем высокими технологиями. Хорошо, вопрос, Юр, сразу актуальный, который здесь не может не всплыть. А вот поскольку были перечислены соотношения и ядерных сил, и не только ядерных, ну скажем так, ядерные на первом месте. У Китая ядерное оружие есть. Вот если мы предполагаем, что какой-то конфликт между США и Китаем может в какой-то точке мира возникнуть, то вероятность применения этих ядерных сил, она насколько в армии всерьез рассматривалась. Я задаю тебе вопрос, как человек, который имел прямое отношение к вооруженным силам США, и наверняка подобного рода сценарий, если они не засекречены, ты можешь об этом сказать, там рассматривались. Ну, я думаю, что рассматриваются, конечно, они все рассматриваются. Ну, понимаешь, что результат-то никто не знает. У нас никогда не было ядерной войны, да? Два раза были скинты маленькие-маленькие атомные бомбы. А теперь там тысяча боеголовок термоядерного оружия. Термоядерного, не атомная там бомбочка, а термоядерных водородных бомб. Если даже несколько их будет употреблено сегодня, то мир просто сшибет соси, землю сшибет соси, мы все погибнем. Поэтому, я думаю, это все понимают и все осознают, что вот это скопление ядерного оружия и такого массового, оно как? Оно бестолковое. Мы просто убьем самих себя, а не врага. Поэтому, я думаю, что китайцы, они все-таки прагматичные люди, они не пьяные. Они прагматичные, опять же, в исторический они никогда вот такую силу не использовали. Они более прагматические, они более хитрые, чем вот ребята вперед, за родину, за Сталина и давай вот... Но если так или иначе сейчас рассматриваются те или иные сценарии боя и столкновения, я понимаю, что они все, вероятно, гипотетические, но все же, неужели никто на данный момент не рассматривает применение ядерного оружия? Ну, опять, нет, я же тебе говорю, что наверняка рассматривается это все. Это все, это все сценарии проигрываются, все сценарии проигрываются. Просто в их реальность не очень верят. Ну, смотри, какая, во-первых, никто сразу к ядерному оружию не подойдет. Если даже, я считаю, что если даже, вот ты меня заставляешь говорить о будущем, но если даже столкновение будет между США и Китаем, опять же, это не может быть между только двумя странами. Там будут другие страны тоже в этом участвовать. Это будет политическое давление на разные рычаги. То Китай быстро поймет, что экономически это невыгодно. Китай зависит экономически от Соединенных Штатов Америки. Пока что, если у них не будет никто покупать эти резиновые какашки, которые они там производят, а в основном это скупает Америка, то их экономика тоже нарушится. Нету никакого смысла или выгоды китайцу войти в какой-то конфликт с Соединенными Штатами Америки. Чен Цзиньпин этот, он сидит у власти, и его власть никто, она не в опасности. Никто его не хочет скинуть, у него оппозиции там нету, ему не надо консолидировать людей вокруг него. Да, у него там небольшие проблемы с уйгурами, он их уничтожает, никто ему ничего, Байден ничего не говорит про это, никто не вякает. Ну, убивает, убивает он этих там местных евреев, но они мусульмане, правда, уйгуры. Ну, и там немножко Тайбет там какая-то у него там. Там еще немножко погеноцидили в Тибете. Ну да, кто-то ему чего-то возражает, кто-то ему санкции вел по этому поводу. Ты ритуально заявляешь, да, но ты прав. Да, это да. Поэтому у него нету такого, что ему надо консолидировать свой народ вокруг него и начать какую-нибудь там быстро победоносную войну в Крыму или на Донбассе. Кстати, да, вот феномен того, что в Китае нет своего условного Навального, да, это, наверное, все-таки издержки того, какой это режим, потому что кристаллизоваться в оппозиционную политику там трудно. Зачем Китаю на сегодня начинать войну еще с Соединенными Штатами Америки? Они себе спокойно захватывают Россию, везут оттуда нефть, газ, древесину, разные ископаемые. В Китае они сейчас и все потом делают, лепят какие-то резиновые там штуки пластмассовые и отправляют это все в Соединенные Штаты. Мы это покупаем и платим им огромные деньги, чтобы они не засоряли внешнюю атмосферу. Да, глобальное потепление и тут вылезло. Но смотри, вот давай сейчас перейдем к следующей теме, в которой, вероятно, все-таки боевое столкновение так или иначе будет, давайте себе знать, даже в гипотетическом ключе. Предлагаю обратиться к новостям ноября 2020-го. Отношения между Китаем и Австралией тогда в очередной раз обострились. Случилось это после того, как пресс-секретарь МИД КНР Джао Лидзинь разместил в Твиттере смонтированное изображение австралийского солдата, приставившего нож к горлу афганского ребенка. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон тогда созвал по этому поводу специальный пресс-брифинг и назвал изображение поистине отвратительным. Потребовал от Твиттера удалить его, а от правительства КНР извиниться за своего чиновника. Дальше цитата. «Это крайне возмутительно и не имеет никакого оправдания». Китайскому правительству должно быть стыдно. Это принижает его в глазах мира. Конец стады. Представитель МИД КНР Хуа Чунинь в ответ заявила, что это Австралия и должно быть стыдно за своих военных. 19 ноября были опубликованы результаты расследования, согласно которому солдаты и сержанты элитного подразделения спецназа САЗ без достаточных, как считают многие СМИ, оснований убили 39 человек во время войны в Афганистане в 2009 и 2013 годах. А вот история с применением военной техники на полях. Не так давно Китай и Индия приняли решение об отводе своих армейских подразделений, размещенных в районе озера Пангон-Цу в западном Гималаях. Это регион Ладак находится в Индии, населен преимущественно буддистами тибетского происхождения, столица город Лех. В Нью-Дели данные отвод войска характеризовали тогда как разъединение, которое осуществлялось в целях ослабления напряженности в районе спорной границы. Затем индийские военные опубликовали аэрофотоснимки, на которых запечатлены китайские солдаты, демонстрирующие укрепления в районе того самого озера. Еще раз напомним, оно называется Пангон-Цу. По заверению индийской стороны, Китай ввел 200 танков, а другую бронетехнику из этого региона, количество танков и бронетехники, сконцентрированные в окрестностях водоема, свидетельствует о том, что обе стороны очень серьезно отнеслись к конфликту на госгранице. В следующий раз, если Пекину и Нью-Дели не удастся договориться, конфликт может быть куда более серьезным и кровопролитным, так считают военные аналитики. В некотором смысле аналитик, это сегодняшний гость моего эфира, хотя он от этого отнекивается, но я тебя все-таки аналитиком считаю. Юра Табах, еще раз напоминаю, американские военные в отставке. Ты говорил о том, что действительно прямое боестолкновение Китая и Соединенных Штатов, где бы оно ни было, оно вряд ли возможно. Но мы видим, что Китай атакует те страны, которые были приглашены еще предыдущей администрацией, и эта администрация пока вроде как бы от этого не открещивалась в коалицию против пекинских, милитарных и политических амбиций. Но в данном случае это Индия, и на Индию Китай напал в Гималаях, по сути попытался откусить территорию этой страны. И вывод войск, это такая драматичная история, которая в общем-то не получила широкого резонанса в мировых СМИ, но по крайней мере мы здесь на Артен об этом рассказывали подробно. Ладно, бог с ней, с Индией. Индия в общем-то в данном случае это страна, которая... Ну слушай, Индия тоже ядерная держава, у них есть ядерное оружие. Да, но они его не применяли друг против друга, я понимаю, о чем ты говоришь. Но я говорю уже бог с Индией, да, потому что там свои сложные отношения. Но вот тут в контексте нашего разговора появляется еще один участник, это Австралия. Австралия наряду с Южной Кореей, Израилем, Новой Зеландией является стратегическим союзником США за пределами НАТО. То есть это означает, что если вдруг возможен военный конфликт, то тогда Вашингтону надо будет поддержать своего союзника. И вот сейчас многие говорят о том, что Канбера и Пекин подошли к какой-то критической точке взаимоотношений, которая может обернуться милитарными столкновениями. Вот что тогда должен делать Вашингтон и, на твой взгляд, что он может сделать? Ну, Вашингтон делал, понимаешь, Вашингтон делал, Трамп же делал это все. Он довольно-таки жестко обращался с Китаем, и Китай оттягивал все, и Китай притихал. И экономически стал в договоры заходить в честные, и острова перестал насыпать, и там многие наши корабли стали с ними ходить. Китай действовал. Теперь, когда пришел Байден, конечно, Китай опять же, как бы сказать так, распоясался и делает, говорит, нам никто не указ. И начинает, конечно, сам указывать, кому что делать, включая Австралию, Новую Зеландию, Японию, Корею, и всех своих, Индию, и всех своих соседей. Потому что, когда в Соединенных Штатах Америки слабый лидер, эти людоеды начинают вставать с колена и начинают себя так вести. Будь то Китай, будь то Россия, будь то Иран, или Хазбалла, или Хамас, которые сейчас обстреливают Израиль. Поэтому, когда сильный лидер, они себя ведут так, а когда слабый лидер, они себя ведут иначе. Поэтому Вашингтон просто должен быть жестче, выступать как мировой лидер. И если мы этого не будем делать, то, конечно, можем довести мир до какого-то столкновения, до какой-то, не дай бог, катастрофы. Но я все равно, я надеюсь, что есть головы и умы, которые не позволят этому случиться, какой бы там лидер не был. Но Китай, да, теперь с Китаем надо следить. И с Китаем надо иметь будет дело намного сложнее, чем это еще год тому назад было. Вот вопрос, насколько это сложнее, чем с тем же Советским Союзом на исходе 70-х годов? Нет, ну Советский Союз был другой. Советский Союз беднел, Советский Союз разорялся. И Советская Компартия никак не могла все это сложить в один кулак. А Китай набирает силу. А Китай набирает силу. И Китай, у Китая сильная экономика. России, нам в Америке просто и Канаде надо было перестать посылать зерно в Советский Союз. И все, их экономика бы остановилась и замерзла. А с Китаем нет, с Китаем так не поступишь. С Китаем намного сложнее. Потом в Советском Союзе в 70-х годах, опять же, это был Брежнев, это были люди в политбюро, которые все прошли через войну. Особенно там вот сам Брежнев и его окружение, они не сидели там в тылу где-то или в штабах. Они были на фронте. Брежнев был ранен. Он говорил, потому что он в челюсть был ранен. Но частично. Потом, конечно, от лекарств и от всего этого. Но он не хотел войны. Он любым способом пытался предотвратить войну. Он понимал, что война приведет к Абысу, потому что это будет конец света. Сегодня эти лидеры, которые у нас у власти, не то что не знают, что такое война или не были войны, они в армии не были. Никто из них в армии никогда не был. Ни Путин, ни Байден, ни Трамп, никто. Поэтому и в Европе тем более. Поэтому они немного так относятся к этому бесстрашно, что ли, не осознавая опасность всего этого оружия, которое у нас накоплено. Конечно, в этом есть опасность. Да, ну и при этом, кстати, что важно, когда началась Вторая мировая война и когда в нее вступила Москва, за счет того, что боевые действия были на ее территориях, хотя мы понимаем, что Сталин этой войны в том или ином виде, может быть, нет, но вообще войны хотел. Вот тут вопрос зеркальный с Китаем. Сталин, кстати, Джугашвили. Я склонен его так назвать, а не по его партийной кличке. Все-таки вот как родился, так и будет. Джугашвили в армии не служил. Он только в тюрьме при царском режиме находился. Си Цзиньпинь, насколько нам известно, тоже, в общем-то, не боевой человек. Люди, у которых отсутствует опыт войны, они на возможную войну реагируют теоретически, и, наверное, могут легко сказать, а пусть она будет. Вот нет ли, на твой взгляд, это такой философский вопрос, нет ли, на твой взгляд, сейчас угрозы со стороны Китая в том, что это богатейшая страна, лидеры, которые не знают, что такое война, и теоретически на какую-то подобную вантюру могли бы пойти легко? Нет, легко я не думаю, что Китай пойдет на легко, потому что нет причины. Они живут богато, они живут богато, и идти войной на ту руку, кусать ту руку, с которой они кормятся. Они прагматичные, исторически такого не было, не знаю, случится может все. Могут они такое сделать? Могут. Есть шанс, что такое они сделают? Есть. Но каков он, я не знаю, можно сказать, там, 20-80, 50 на 50, или там, 10 на 90. Я не знаю, я не могу-то, я не такой предсказатель. Но, опять же, я просто повторяю, что, возможно, все, готовым надо быть к всему. Но у меня впечатление и складывается из того, что я знаю, того, что я понимаю, Китай будет брать, пока ему дают. Тихонько. Они очень терпеливые. Тихонько, постепенно. Не сегодня, завтра, послезавтра. Пока что они выстраивают свою экономику. Пока что они зарабатывают деньги. Они богатеют. Они не накапливают жир. Они обучаются. Высокие технологии все больше и больше. Армия все современнее и современнее. И они выжидают, может быть, и какого-то момента. Когда этот момент придет, я не знаю. Сейчас они более агрессивные, чем они были год назад. Потом, может быть, они, дай бог, будут менее агрессивные. Тоже зависит не только от Америки. Я думаю, что в первую очередь это зависит от конъюнктуры, не только военной, но и в том числе от конъюнктуры экономической. А Китай уже провозгласил политику отказа от доллара. Они вводят цифровой юань. И, в общем-то, все это говорит о том, что они хотят стать самостоятельной силой. И эта самостоятельная сила когда-то о себе где-то заявит. По крайней мере, до этого Китай уже заявлял о себе, как о стране, которая жила на протяжении большого количества времени, как разные территории, подчиняющиеся разным императорам. Потом объединялась, потом захватывала чужие территории. Речь о Тибете. И, конечно же, наверное, от таких амбиций они вряд ли откажутся. Данил Русаков, Юрий Табах. Сегодня в рикошете для вас. Я только напоминаю, что мы сейчас подходим медленно, но верно, ко второй интерактивной части нашей программы. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Также Facebook для ваших комментариев доступен. А мы уходим на короткую рекламу.